Я хотел бы обратиться в первую очередь, Игорь, как человеку, который получил кандидатский минимум в политологии. Что происходит, какие тренды сейчас существуют в политике. Очень много появляется различных политических партий. В этой ситуации с большим набором этих политических партий очень трудно человеку. Да, действительно, сейчас порядка 50 партий зарегистрировано. Дальше будет больше, около 130 оргкомитетов еще работает. Если делать политологический какой-то анализ этой ситуации, то мы видим 4 такие уже ставшие привычными, традиционными действующие парламентские партии. Ну, плюс еще партия Яблоко, плюс экологическая партия Альянс Зеленых, плюс партия Михаила Прохорова. Это вот те партии, о которых можно говорить действительно в их полном понимании. Что касается массы вот этих остальных, но и зарегистрированных партий, то они, на мой взгляд, состоялись как идеологические сообщества, как собрание единомышленников. Но пока они состоялись и вряд ли состоятся как политические проекты, многие из них. Нам важно понимать, что избиратель, который выбирает для себя партию, за которую он будет голосовать, он выбирает не идею, он выбирает некую программу действий. И именно этой программы действий, внятной, большинство вновь зарегистрированных партий избирателю предложить не могут, да и не собираются предлагать. Они считают, что им достаточно ретранслировать некий идеологический месседж. Социальная справедливость ли это, чего-то там возрождение, чего-то там еще. Но само по себе декларирование идеи не побуждает избирателя к электоральному действию, к простановке птички в велетене против этой партии. Все эти партии с удовольствием говорят о себе как о участницах дунских избирательных компаний, Государственной Думы. Они подбирают своих кандидатов на выборы президента, они хотят обсуждать эти темы. Вот Дума, президент, Совет Федерации это то, о чем мы готовы говорить. Но в крайнем случае какое-то региональное собрание, законодательное собрание какой-то края, вот сюда мы еще опустимся. А вот там муниципалитет, поселок, село, это все не наше, нам это не на кем. Как раз выиграют и состоятся те, кто начнут свою работу с муниципального уровня. Обратят свое внимание на уровень поселения, начнут искать там своих. Это очень тяжелая, долгая, трудная и так далее, и так далее работа. Но только она может дать результат. Когда у партии появится там хотя бы 500-600 местных муниципальных депутатов, вслед за этим появятся депутаты в областных центрах, в региональных собраниях. И только на этой базе можно реально конкурировать и реально добиться какого-то результата на выборах в следующую Государственную Думу. Поскольку если мы продолжим в политическом процессе вот такую конкуренцию идеологий, то выборы выиграют вновь хорошо известные и давно находящиеся в Думе партии, может быть, одна из них с некоторым ребрендингом. Но они просто вновь сохраняют свои места и все. Потому что они предлагают некие программы и проекты избирателю. К ним можно относиться, опять же, отрицательно. Их можно там как угодно критиковать. Но все-таки коммунистическая партия, это понятный проект, к чему он призывает и куда ведет. Единая Россия, ну или сейчас развивающийся параллельно с ней Народный фронт, тоже понятный, внятный проект. Он говорит, что будет через 5 лет, что будет через 10 и так далее. Более-менее понятно, как политический проект ЛДПР. Она, кстати, себя не переоценивает. Ну а справедливой России, там сложно сказать, ну какие движения они делают в сторону Народного фронта и так далее. Но если с ними конкурировать, опять же, будут политики, которые не говорят, что через 5 лет мы предлагаем это, через 6-100, через 7 вот так, а через 10 так, а будут приходить на выборы под лозунгами «Долой старую власть» или «Все, надо поменять», они не получат вновь электоральную поддержку, потому что это люди знают и без них. Действующие политические партии напрочь проиграли бы конкуренцию гражданским активистам. Да, поскольку сейчас мы наблюдаем парадоксальную ситуацию, что проектное объединение людей ради какой-то конкретной цели в местном сообществе становится более конкурентным, чем политическая партия. Именно потому, что гражданское объединение не мучает избирателя цитатами из Маркса Эмгельса, или Хаека, или еще кого-то там, и Фукуяма, да, оно предлагает решение конкретных проблем. В общем, это проектное мышление, да, вот гражданский активизм вот этот, это вполне проектное мышление, причем часто это на локальном уровне мышления и проекта. В тесном контакте с этим гражданским движением, как его вот, ну не патронат, а такой помощник, самый горячий, выгодоприобретатель, должны быть политические партии. Но вот это вот, видимо, следствие общей деградации политической системы. Они просто стараются не обращать внимания. Да, им кажется, вот у них есть печать, флаг, и только они политики, а то, что там, я знаю, в некоторых областных центрах вокруг одного-двух гражданских активистов складываются сети по несколько тысяч человек уже на сегодня. Это как бы они стараются не принимать в расчет эти вот политики. И если процесс будет развиваться так, и новые политические игроки не займутся вот действительно реальным проектированием и реализацией политических проектов, прежде всего на местном уровне, то мы придем к парадоксальной ситуации, когда политические партии просто проиграют конкуренцию гражданским активистам. Те давно ожидаемые, давно искомые новые лица в политике, они придут не из политических партий, и в том числе из новых, а они придут из сферы гражданской активности. Какую роль сейчас церковь должна или может занимать? Упрощенно можно сказать так. Наш гражданин, наш верующий, наш житель страны говорит нам сегодня, дорогие служители, дорогие иерархи, мы видим церковь там, где мы не хотим ее видеть, и не видим ее там, где хотим видеть. Здесь это адресовано всем. Не только крупным церквям, но и мелким и так далее, потому что так сложилось в нашей системе взаимоотношений, что каждый пастор, служитель, любой человек, для того, чтобы ему решать свои вопросы какие-то административные и прочее, первым делом он стремится там максимально полно занять места во всевозможных президиумах, всевозможных собраниях, как можно чаще фотографироваться с губернатором, с мэром города и прочими статусными лицами, высказывать им свое особое отношение и так далее. Это мы понимаем, какие причины лежат в основе этого, и какое-то время это не вызывало у людей раздражение, но сейчас начинает очень сильно вызывать, потому что наш верующий такой среднестатистический, как можно это сказать, он хочет видеть церковь в больнице для тяжелобольных, он хочет видеть церковь в интернате для престарелых, он хочет видеть церковь в больнице для больных детей, видеть церковь, которая помогает нищим, обездоленным, помогает алкоголикам, наркоманам и так далее, где как раз наш гражданин считает, что в церкви самое место, нести это служение. Вместо этого он видит, что церковь занимается не служением, а неким политическим пиаром, я даже не знаю, как это точно назвать, но неким политическим процессом ради своей популяризации. А вот это как раз человека очень сильно раздражает, и он говорит, хватит мне показывать эти картинки, как вы все в расшитых золотом плащах сидите в каких-то шикарных залах. Я хочу видеть картинку, как вы моете ноги бродягам, как вы им помогаете. И здесь, конечно, очень показательны те процессы, которые происходят в западном христианстве, прежде всего в католической церкви, мне довелось после ухода Папы Бенедикта XVI предыдущего довольно много дискутировать о том, какой выбор сделает католическая церковь, кто будет ее новым предстоятелем. И мы обсуждали с коллегами очень много вариантов. Вот, собственно, я был убежден в том, что, конечно, придет первый реформатор, а второе совершенно точно придет человек, как бы, проще сказать, социально ориентированный. То есть человек, для которого важно как раз нахождение церкви в том месте, где ей прилично быть. И когда вот избрали нынешнего Папу, конечно, я получил, как, может быть, ученый, в первую очередь, большое удовольствие от того, что как раз мой прогноз оказался правильным, что был избран не функционер, не эффективный менеджер, так как у нас сейчас стало модно. Вот церковь, как бы, наш верующий уже не то что насытился, он начинает немножко уставать от эффективных менеджеров. Ему хочется видеть в церкви служителей. Да, вот таких, кстати, как нынешний Папа, который подает очень яркий пример. И вот именно выбор его, это как раз следствие обратной связи, довольно неплохо отлаженной в западной христианской церкви, которая как раз этим выбором ответила на вот эти сигналы снизу. Как будет это происходить в России и какое место должна занимать церковь? Я считаю, что, конечно, в первую очередь церковь должна сейчас привлекать максимально возможное к участию политические, общественные, гражданские образования и так далее, и добиваться в первую очередь, условно говоря, открытия социальной сферы. Сегодня у нас социальная сфера в стране абсолютно закрыта от гражданина, от какого-то волонтерского и прочего участия. Попасть мы вот даже специально вынесли, сказали, что мы не занимаемся ни в коем случае детскими домами, потому что, ну, вообще сверхсложная, сверхархиважная там тема, туда я пытался сам неоднократно попасть, предложить какие-то проекты служения, там, ну, просто невозможно, да. Ну, хорошо, мы сказали, это очень больная точка, мы ее не будем трогать, но вот интернат для престарелых, хоспис, вот мы хотим туда попасть и нести там служение. И мы постоянно натыкаемся на огромное количество барьеров и препятствий. Мы не можем туда войти. И мы приходим к ситуации, когда у нас социальная сфера полностью закрыта от религиозных организаций, от церкви, она все больше и больше закрывается от волонтеров. Я не буду сейчас перечислять аргументы, которые приводят нам в власть и мощь, а совершенно было бы нормальным, чтобы там в выходной день или вечером могли прийти волонтеры, прочитать книгу, поговорить с людьми, да что угодно сделать, да. Человек должен иметь возможность доступа туда, чтобы вот это свое предложить человеческое участие. И то, что сейчас это категорически запрещено, и мы не имеем возможности этого делать, это одна из главных проблем, как мне кажется, на которую церкви нужно обратить внимание самое-самое серьезное. И 90% присутствия в церкви и религиозных организаций вот в этих местах вообще не требует никаких финансовых застражей. Считаю вопиющим фактом то, что вот эта вот региональная администрация, некая организация, которая на региональном уровне администрирует здравоохранение и социальную сферу, она считает себя вправе кому-то отказывать, кого-то не пускать, кого-то отъединять от вот этого участия и служения. Это просто возмутительно, потому что, на мой взгляд, она должна бегать, и если она действительно заинтересована там судьбой больных, лишенных там каких-то благ людей, здоровья, да, если она заинтересована, так она должна бегать и искать эти организации. Здесь кроме возмущения иногда возникает такое желание просто ломать эту систему, потому что она абсолютно бесчеловечна. Она действительно, она антигуманна, потому что она человека, который и так обездолен, всего лишен, она лишает его самого главного – возможности получить человеческое тепло и участие. Я вот недавно разговаривал с директором одного из детских домов относительно участия и так далее. Вот мне сказали, ну, если вы хотите помочь, подарите телевизор. Самый главный дефицит нахождения вот в этом казенном воспитательном заведении, это, конечно, дефицит человеческого общения, человеческого тепла, человеческого участия. Вот среднестатистическому пацану, там он уже лет, наверное, в 14-15 понимает, что папы не будет, но ему важно очень просто поговорить со взрослым мужчиной, задать какие-то вопросы, получить ответы и так далее. И там, если есть один-два мужчины-воспитатели, они, конечно, не разорвутся на всех этих детей. Это дома малютки и прочие, где маленькие дети до трех лет находятся. Санитарки мне рассказывают. Дети, ну, помимо того, что они там гораздо позже начинают ходить и так далее, и, конечно, у них отставание в развитии наблюдается, даже в благополучные дома. Так вот, там дети очень часто кричат не от того, что у них что-то болит или от того, что им что-то надо. Они хотят обратить внимание на себя. Вот мне санитарка говорит, вот он орет, орет, я его подойду, просто поглажу, на руки возьму, и все, он затихает. Потому что ему надо вот это все. И у нас совершенно жутких размеров проблема с сиротами, с социальными сиротами и так далее. И вместо того, чтобы общество туда привлекать в инициативном порядке, государство занимается тем, что оно создает максимальное количество барьеров, чтобы вообще ни в коем случае туда человека не пустить. Главное начать эту ситуацию менять. Но запретить нам с вами, гражданам, людям, христианам, верующим, как угодно нас назовите, отдавать свое душевное тепло, свое участие и заботу другим людям, ну не может ни одно государство. Это уж вообще что-то запредельное, когда такое получается.